Нарастить производственный потенциал сегодня не может Южно-Казахстанская фабрика по производству мужских костюмов. Представители предприятия уверены, что могли бы выпускать в два раза больше продукции, если бы рынок не заполонили контрабандные товары, возимые из Кыргызстана. Доставляемые нелегально изделия дешевле отечественных, но сильно проигрывают в качестве. На этой фабрике работают преимущественно женщины. Они раскраивают и шьют классические костюмы и пальто для мужчин самых разных моделей и расцветок. Пока выпускают до 300 комплектов в день, хотя возможности гораздо выше. Мы можем выпускать до 500-600 костюмов в день, но у нас трудности со сбытом. На наш рынок заходит очень много контрабанды из Кыргызстана и Узбекистана, и конкурировать с ними очень трудно. Везенные нелегальные костюмы, сшитые из дешевых тканей, после первой стирки теряют форму и цвет. Но население отдает предпочтение им, рассказывают торговые представители фабрики в Жанаузене. В соседних бутиках продают костюмы, привезенные из Кыргызстана. Но наши по качеству намного лучше. И потребители это признают. Но все же многие отдают предпочтение дешевым вещам. По словам директора предприятия, это одна из причин, которая тормозит развитие легкой промышленности в регионе. Другая, не менее важна, отсутствие местного сырья. Ткани и фурнитуру приходится импортировать из Китая и Турции. В Кыргызстане и Узбекистане товаропроизводители не платят налоги на ввозимое сырье. Поэтому наша продукция сразу дороже их на 30%. Между всем почти 95% текстильной продукции в Казахстан возится из-за рубежа. Но если полностью перекрыть контрабанду, то легкая промышленность страны получит новый импульс развития. А эта фабрика сможет увеличить производство в два раза и обеспечить постоянной работой еще 200 сельчан. Наталья Цонурмахамусатов, Южно-Казахстанская область, Хабар, 24.